Рецепт приготовления этого вкусного лакомства требует точности измерения ингредиентов. Обязательно в наличии должны быть весы. А идеальная пропорция я указала ниже. Готовые половинки печенья храните в стеклянной герметичной таре. После наполнения начинкой поместите их в холодильник и обязательно дайте пропитаться несколько часов. Сверху получится хрустящая корочка, а середина будет пропитана начинкой. Очень вкусно. Для начала подготовьте все ингредиенты. Белок разделите на две равные части по 50 граммам. Просейте сахарную пудру и миндальную муку. Перемешайте. Доведите до кипения воды и сахар. В этом месте можно добавить краситель. Обязательно измеряйте температуру смеси. Когда она достигнет 90 с, начинайте взбивать одну порцию белка с сахарной пудрой. Смесь продолжайте греть. Когда белок будет взбит до крепкой, устойчивой пены не переставая взбивать, вливайте сахарный сироп. Продолжайте взбивать массу, пока она не остынет до 40, 45 с. В остывшую смесь добавьте вторую часть белка и смесь пудры и муки. Очень аккуратно начинайте перемешивать с краев в центр. Сначала смесь будет густой. Затем начнет становиться жижа. Как только она начала стекать с лопатки, прекратите мешать. С помощью кондитерского мешка отсадите на противень круглые печеньки одинакового размера. Оставьте их на столе минут на 30-40. Они должны обветриться и если дотронуться пальцем, будут немного пружинить. Вот тут их и надо ставить в духовку при 150-160 на 10-20 минут. Здесь уже ориентируйтесь по своей духовке. Минут через 10 после начала выпекания немного попробуйте приподнять печеньку ножом, чтобы проверить готовность. А вот для начинки можно использовать огромное количество вариантов, начиная от джема и варенья, и заканчивая более сложными кремами. У меня в начинке творожный сыр с конфитюром. Приятного чаепития.